Почувствуйте магию наступающего нового года с волшебной коллекцией чая Ахмати. Такой подарок принесет радость и праздничное настроение не только вам, но и вашим близким. Сегодня поговорим в студии за чашкой чая о проекте, который осуществил мечту юных дарований. Талент Краин в эфире телеканала ОНТ каждое воскресенье. Совсем скоро уже разрешится главная интрига конкурса. А пока наблюдаем за творчеством маленьких талантов. Сегодня у нас в студии в гостях участница проекта Талент Краины Мария Аникина и преподаватель театральных дисциплин Марина Витковская. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, давайте спросим, наверное, у юной талантливой особой, как вообще она забрела на этот конкурс? Кто подсказал или ты сама услышала рекламу? Ну, вообще, изначально это была идея мамы. Потом мы это все вместе согласовали и... С папой вечером за чаем, да? Согласовали тебе ребенок только что сказал. Я понял, да. С папой, с учительницей. Понравилось? Да. Не страшно было, дворец республики огромный такой. Нет, не страшно. Сцена для меня это дом. Исчерпываю, я считаю. Ой, слушай, а что-то прищемило. Сколько лет тебе? Девять. И сцена уже дом родной. А во сколько ты первая споднялась на сцену? Сколько лет тебе было? Сколько длится ваша творческая карьера, я хочу спросить. Три года. Длится карьера, да? И вот с первого раза, как вошла на сцену, поднялась, так и почувствовала себя вот там своей. Да. Давайте спросим педагог. Что педагог думает по этому поводу? Ну, я думаю, раньше, гораздо, наверное, с самого раннего детства. Правда, Машонь? Да. Наверное, все-таки школьные утренники в детском саду, это было начало. Ну, а потом уже мама выявила талант ребенка, яркий. Да. А вы как педагог, да. Почему вот именно с этой девочкой, именно с этим ребенком вы не побоялись идти на такой вот большой конкурс? Ну, Маша у меня очень талантливый, трудолюбивый, яркий ребенок, поэтому сомнений не было в выборе. А какой талант у тебя, расскажи, чем ты блестишь, чем ты лучше всех на сцене? Ну, вообще, я занимаюсь много чем, и тоже это связано со сценой, но и не только. Ну, самый яркий талант, который ты показываешь на сцене, какой он у тебя? Рассказывать стихи, поэмы. Можно помощь друга? Конечно, конечно. Лучшего. Наверное, да, лучшего. Самый яркий талант, это нравится зрителю. Вот мое четкое убеждение. Такая бояшка такая, да? Да, она бояшка, это правда. Она умеет обволакивать, очаровать. Красивая девочка. Слушайте, давайте не будем просто славу бросать на ветер. Машуль, давай-ка ты нам обволочешь с этой Аней, да? Да, мы готовы. Обволаки у нас чем-нибудь. 1 декабря, первый день зимы. Может, зимнее что-нибудь там расскажешь? Какой-нибудь стежок красивый, как с выражением. Хорошо. Просто бесподобно снег пошел, и зимой запахло отовсюду. Шарф потуже, сверху капюшон. Я иду вперед навстречу чуду. Город так похож на чистый лист, что берегу ашва я и тюды. Достаю невидимую кисть и рисую радость в сердце людям. А еще улыбки, свет в глазах. На одежде разные узоры. Розовый морозец на щеках. У меня в запасе красок много. Разукрашу серые дома в голубой. А может, в цвет индиго? Не решила я еще сама. И добавлю разноцветных бликов. Сыплет снег, как тертый шоколад. Аурой тепла окутан город. Каждый в сказке оказаться рад. Стар и млад, и взрослый, и ребенок. Первый снег! Постой! Остановись! Унеси нас в детство на чуточек. Где душа, как белый чистый лист, рисует каждый то, что хочет. Машуня, ты звезда. Ты актриса. Я знал Агнию Барто. Агния Барто в детстве сама свои стихи так не читала. Я тебя уверяю. У меня вопрос. Как хватает-то памяти на все? Легко учиться или прям надо попотеть? Нет, попотеть не надо. У меня хорошая память просто. Трудяшка же невероятная. Машуня, смотри. У меня есть вот такая штука. Это чай от нашего партнера. Ахмати, смотри, они специально придумали для таких талантливых детей, как ты, вот такую штуку. Смотри, ты дома теперь, когда соберутся все твои родные и близкие, и педагог. Можешь включать такую волшебную зимнюю мелодию и рассказывать свои эмоциональные стихи. Тетя Аня, передай, пожалуйста, талантливому человеку. Передай, пожалуйста, талантливому человеку. Спасибо. Мы благодарим нашего партнера. Чай Ахмати. И наполните ваш дом теплотой общения и гармонией с волшебной коллекцией чая Ахмати. Спасибо за беседу. У нас в гостях были участницы проекта «Талант Краины» Мария Аникина и преподаватель театральных дисциплин Марина Витковская.